Образование для всех уже завтра открывает свои двери Международная Академическая Школа Одесса. Накануне праздника Дня Знаний лидер Украинской Морской Партии, главный инициатор создания Школы Будущего Сергей Кивалов встретился с детьми с особыми потребностями здоровья. Наша съемочная группа за день до открытия побывала в Школе Будущего, чтобы ознакомиться с социальной миссией учреждения. За день до исторического открытия Международную Академическую Школу Одесса посетили около 40 детей с особыми потребностями здоровья. Их родители, а также руководители общественных организаций. Качественное обучение должно быть предоставлено всем, без исключения, уверен Сергей Кивалов. Мы запланировали и построили эту школу для всех детей, я подчеркиваю, для всех детей города Одессы. Да, она самая лучшая, да, условия самые лучшие в Украине, таких условий нет. И два бассейна, и киноконцертный зал, и хорошее кафе школьное. Не у всех родителей есть возможность платить за обучение детей. Именно поэтому нужно искать выход. Как помочь таким семьям знают в Украинской Морской Партии. Так, бесплатный сертификат на учебу получила будущая первоклассница Элина Боярчук. Внучка Елены Вероновской, бабушке освобожденного детского моряка Андрея Новичкова. Ей лично вручил документ инициатор строительства и лидер Украинской Морской Партии Сергей Кивалов. Мы не ждем, пока мэрия соизволит или власть соизволит выделить какое-то место бесплатно. Мы уже выдали сертификаты людям, которые не имеют возможности оплатить за обучение в школе, и дети, которые будут заниматься в этих школах. Яна Боярчук, мама Элины, рассказывает, что для нее такая новость была приятным сюрпризом. Никто не ожидал, что бесплатный сертификат получит именно их семья. Мы собирались в этом году пойти на бюджет, но очень расстроились, когда Сергей Васильевич сказал, что город отказал. Мы уже собирались идти в нашу районную школу, и в последний момент, просто за пару дней Сергей Васильевич позвонил и говорит, несите документы. Это было очень неожиданно. Просто не у каждого родителя есть возможность оплачивать контракт, и очень хотелось бы, чтобы детки учились бесплатно на обеспечении города. Также встречу посетили и руководители общественных организаций. Они остались приятно удивлены увиденным. При строительстве школы будущего предусмотрели все условия для комфортного обучения детей с особыми потребностями здоровья, установив пандусы и лифт. Именно поэтому сейчас в рабочем порядке обсуждается вопрос о том, чтобы такие категории детей обучались в Международной академической школе Одесса бесплатно. Мы посмотрели на предмет архитектурной доступности и соответствия нормами переговорили с директором и переговорили с прорабом о том, какие необходимо изменения внести, нашли отклик и в процессе будут изменения внесены, дополнены. Очень радует, что люди принимают во внимание то, как оно должно быть непосредственно у людей, кому это нужно, кто этим будет пользоваться. Также на встрече присутствовали студенты с инвалидностью, которые обучаются в Национальном университете Одесской юридической академии. Это молодые люди, которые поступили в ВУЗ по особой программе социальной адаптации для детей с особыми потребностями здоровья, которые реализовываются в юридической академии на протяжении 20 лет. Такие студенты проходят обучение в университете на бесплатной основе. Уже во втором семестре того полугодия сделали нам уже подъемник, чтобы я мог подниматься и спускаться с... Да, вместо ступенек. Также детям и родителям провели экскурсию по школе, где показали светлые кабинеты и интерактивные дисплеи. Дети будут учиться по самым последним методикам. Образование – залог успешной молодежи, утверждают в Украинской морской партии. Главное – дать правильное направление для развития. Мы хотим выразить огромную благодарность Сергею Васильевичу за такую возможность посетить и провести экскурсию в данной школе. Мы очень много интересного узнали о будущей перспективе обучения наших детей, скажем так, особенных детей с различными статусами, детьми инвалидами. То бишь тут по определенным квотам они тоже будут учиться. Я уверен в том, что все, что делается с Сергеем Васильевичем Киваловым, направлено для того, чтобы все дети всех категорий, всех, скажем так, ограниченных возможностей могли учиться здесь. Отметим, что в программе по социальной адаптации для детей с сирот и детей с инвалидностью, которые реализуются по инициативе лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова, приняли участие в сотни тысяч детей.